Всем доброе утро! Мы выбрались из нашего отеля. Мы уже погуляли с Жариной, на набережной сходили, да. Мы сейчас пойдем посмотрим достопримечательности, ниша. Вот. Ну и вам покажем. Пойдем вернемся. Надо немножко денег поменять, потому что здесь... Смотрите, Тесла. Здесь в нише есть улица Николая Тесла. Да, потому что он здесь родился, но на самом деле это очень странно, потому что он вроде бы на территории Австро-Венгрии, да, родился. Да, но это нынешняя Хорватия была написана. В общем, потом где только не жил, но, видимо, так как истоки у него отсюда, мы прямо идем? Да. Так как истоки у него отсюда, вот он здесь герой. Нет, он крутой. А я думаю, может быть, в Хорватии есть какие-то надломы энергетические. Откуда же это ему там энергия, когда пришла? Знания. Где это? Ну и вот весь ниш он такой. Мы сегодня без стабилизатора, поэтому видео будет трястись, но как бы и ладно. Вообще, на самом деле, жара жуткая просто. Сейчас 35 градусов за бортом. Надо себя, главное, раскачать, поднять, поставить на дорогу и идти. И можно так весь день гулять. Главное, не лениться в такую жару и водичку пить. Илюша в Сербии. Родное. Родное. Здесь много колдовых таких тачек. И российских, всякие там какие-то жигули и прочие там. Пластика наша. Вот. И вот таких вот. Какие-то Юго, Фиаты, Пежорки такие старые. Прям вообще бывалые машины. Турки решили отместить. Ну, в Катакокове там другая история. Там просто флага еще здесь. Сербы более приветливые, более открытые и радушные. И мы думаем, что это опять же связано с тем, что все-таки на Юге люди более довольные, чем в нашей России, где холодно. И когда холодно, мы думаем, ну кому хочется улыбаться в этот момент, где холодно и неприятно вообще. Смотрите, классифайт по-сербски. Тут все деревья. Вся аллея, да, и вся она вообще заклеена. Частные объявления. Здесь просто философский факультет, поэтому здесь студенческая реклама сегодня есть. Скорее всего, съем жилья. Напиши рефера. Привет! Пошли с Джарри погулять. Ключи, кстати, у нас брелок в форме Сербии. Территория не очень удобная, когда дверь закрываешь. Дверь не потеряешь. А сейчас мы будем проходить вот здесь вот мимо местечка. Здесь всегда злая собака. Она нас, она Джарри. Причем она ждет, вот она, ждет определенные моменты, когда видит Джарри. Вот, когда видит Джарри только. У нас рядом с отелем вот такой вот паркчик. Правда, мы не знаем, здесь можно гулять с собаками, но мы гуляем. Вот, парк на самом деле очень приятненький такой. Потому что, если бы его не было, я не знаю, где бы гуляли с Джарри. И там набережная, мы сейчас нам Джарри покупаем. Сербы реально очень много курят. И девушки, и парни. И даже в интернете читала. То есть, не только наблюдение, но и это и... Короче, это так и есть. Вот. И там аж писали, что... А они не успевают докурить одну, курят уже вторую. Ну, не знаю, так ли это, но курят вообще поваленные. Везде все, на улицах. Неприятно, конечно. Ну, а что поделаешь? Стекол очень много. Вот тут тусят все. И стекол очень много. Я уже отвыкла от такого мусора. Ну, вообще, ну, конечно. Жаролый. Пойдем. Отвыкла я уже от мусора под ногами, от стекол. И... Ну, в Словении этого нет. И ладно, мы как бы, у нас обувь есть, но Джаренька гуляет. И за лапки страшно. Мы, когда у нас там жили постоянно, если ездим ее в речку купать, то в речке, где мы купаемся, там все время кто-нибудь, ну, бухает и стекла бьет. И потом Джаренька все время лапы режет. У нас получалось так, что... Мы один раз, ну, приедем, летом покупаемся, она лапы себе порежет, потом две недели мы дома сидим, не купаемся. В следующий раз заживет, поедем, опять обязательно лапы порежет. Причем-то под водой уже там эти стекла, не знаю, какая-то жесть. У меня во голове, если честно, не укладывается, как можно видеть. Я, знаете, какой-нибудь элементарный фантик все время ношу с собой, вот в карманы там напихаю, в сумку, не важно. Но не выкину, буду ходить до мусорки. Я не могу кинуть на землю что-нибудь. Так что берегите планету. Горит. На стенах, конечно, это уже творчество, да. Стены жалко немного, потому что они явно старые. А может быть и не старые, кстати, не знаю. Не, на мой взгляд граффити... Не, мне нравится граффити, ну, может быть, не такой, не знаю. А на колорит оно продает, нет, согласись, это архитектура, это все люди настроили когда-то. Это для них было клево. А сейчас вот это как бы тоже прикольно. Вот когда, знаешь, не, вот здесь граффити, кстати, мне не нравится, потому что оно... Ну, беспонтовый подпись, он. Меня зовут Вася. Некрасиво, да. А вообще, вот, когда мы в институте учились, у нас Жданова преподавала культурологию. И вот тогда она мне привила определенное уважение к граффити, потому что она говорила о том, что... Ведь что такое граффити? Человек как бы выражает себя, да, чем что-то рисует. То есть он таким образом создает определенное культурное или контркультурное явление, но тем не менее это культура. Вот. И через граффити люди так или иначе передают какие-то... какую-то информацию миру, да? Так же, как древние рисовали там какие-то свои штуки в пещерах, так же сейчас граффити рисуют там на стенах домов. Ну, я вообще к граффити нормально отношусь абсолютно. В общем, это интересно. Нет, хорошо, когда ты, конечно, за вкусом сделан, и прям, ну, реально прикольно. Да, да, и там, где нужно. А там, где не нужно, что-нибудь сделано. Ну, когда просто какие-то подписи... Вот здесь вот мне не хотелось бы играть все. Но местами бывает, что, ну, безмолвно. Знаешь, здесь-то, в общем, в контексте нормально смелтится. Можно, не покупайся. Не знаю насчет чистоты воды, но... Вода явно не очень чистая. Барабась, иди, иди. Барабась, иди, иди. Фу, ну не пей только. Вот видите, ее сносит. Джерри, 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 все, надо звать. Иди сюда, иди сюда. Давай, 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 цепляйся. Там несет. Давай, давай, давай. Ну, унесет. У нас ее один раз унесло уже там, в Словении, в реке Сочи. Вообще далеко унесло, пришлось ее там ловить. Джерри, иди сюда, давай. Не, она умеет, она очень сильная, умеет хорошо плавать. Вот так, хорошо. Единственное, надеемся, что, ну, не совсем грязная. А что Джерри здесь постоянно ходит что-нибудь пожирать? Мне кажется, это ее любимая страна. Да, вообще постоянно. Какие-то лепешки, мороженки, валяются все на газонах. Вон, надпись, не знаю, видно, нет. Бэбу, сердечко, волим ты. Мы подозреваем, что это написано. Детка, я люблю тебя. Волим ты. Люблю тебя. По-славянски, такое интимное признание в любви, это будет... Любим. Да, любим ты. То есть, детям или там подруге, они говорят, рада и мам ты. Ну да. По-моему, рада и мам ты. Рад, рада и мам ты. А вот именно второй половинке, нужно сказать, ну, нужно, можно сказать, любим ты. Это будет прям такое вот, я тебя люблю. Серьезно. Да. Поэтому я думаю, что вот это волим ты, тоже серьезное. Давай вылезай, вылезай, давай, вылезай. Ты уплывешь куда-нибудь. Молодец. Мне кажется, Жаря приедет назад и будет писать на газончик другим субам. Вот была не так давно в Сербии, очень понравилась сербская кухня. Ну, там лепешки сербские, мороженые, по набережной погуляла, покупалась. Ну, хорошая такая набережная водичка. Здесь молодежь вечером собирается. На самом деле, прикольно выглядело, то есть, как будто какие-то стардалные времена. Не знаю, по-моему, гениальное решение. Да, отлично, да, это молодежь. Единственное, потому что вот все мусорят и... Да. И то есть, и клубки. А так вообще, мне кажется, даже вот как знакомиться, общаться с другом. Прикольно в компаниях сидеть. И уединенные местечки есть. Да, мы знаем. Что-то такое. Как будто они изъеденные, видишь? Головы. Много голов. Время сейчас полседьмого. Мы пошли погулять на ту сторону. Вот мы живем там. Вот река. И вот мы сейчас туда пошли, на противоположную сторону. Там крепость, парк какой-то большой должен быть. Мы шли к зданию, которое помечено на карте. А тут вот. Мне кажется, вот люди, которые не пьют, вот как мы, они страдают какой-то хренью. Лазают где-нибудь, залезают, как в детстве. Чем еще заниматься? Так вроде выпьешь бутылочку пива, расслабишься, и ничего тебе не надо, там, пофилософствовать, поразмышлять. А ходишь трезво, полная энергия. И надо, в общем, что-то делать, делать. Да. Я помню, в том году мы путешествовали по Европе, и у нас часто в кадре там пиво такое было. А в Италии там такое пиво стоит, там, что-нибудь там разговариваем. Там, ребят, завязывайте пить. Постоянно пьете, там, вот. Но мне сейчас кажется, люди смотрят наши влоги, а сейчас, когда мы не пьем, мы думают, ребят, идите лучше там бутылочку выпить и чего-нибудь. Расслабьтесь. Тот момент, когда такой нарядный, выходишь из дома погулять по парку, ну, минимум, наверное, часа два. Парк закончился. Мы тут погуляли 15 минут. Мы думали, тут замок, а туда, оказывается, только какие-то сегодня раскопки. О, каратистые. Я бы не видел, да, вот и к вам. Круто. Нет, на самом деле классно, йогой спокойно можно прийти заниматься, потому что очень мало народу, очень много тенистых площадок, прям, вообще супер, кстати, йогой здесь заниматься. Вот. Так сам парк, ну, небольшой, ну, нет, для прогулок, для локальных окей, но для таких, как мы, маленький. Пойдем сейчас кушать и спать, все. Влог закончился, до свидания. Ставьте пальцы вниз и отписывайтесь от нашего канала. Пока. Оставайтесь на нашем канале. Сербия. Интересная Сербия. Я покажу вам ситики. Когда видео становится скучно, ты не знаешь, что скучно. Просто показываю ситики. На ютубе, к сожалению, запрещено, а так бы мы бы знали, как поднять лейтенки нашего канала. Вот, на самом деле, крепость идет, исторические объекты, там вся верхушка исписана. Вот это уже как-то не очень красиво, если честно. Совсем не красиво. Потому что это вообще не считается историческим городом, здесь какие-то вот сохранились, да, и, ну, какие-то очень маленькие, очень скромные вещи исторические, и они уже, ну, не надо им. История проходит, новая появляется, но я пока не видела, чтобы они что-то создали. Вот мы забрались. Любуем, что они здесь пишут. Почему? Девочки красивые, мальчики, в порыве, с своей страсти просто берут краску их хреначьим. Обязательно в каком-нибудь самом важном месте, да. А так как важных мест тут очень мало, то... Причем реально, все нах, это любовного собеседания. Да, да. Но за редким исключением каких-то вот этих протестных настроений. Березки. Я здесь березки давно не видела. Вот сейчас в центре, собственно, мы тут уже приезжали, вот где Макдональдс. Такой центр, центр. Площадь небольшая, памятник. Здесь всякие магазинчики, шоппинг-центры, и покушать. Зашли в магазин и пропали, и уже стемнело. Макдональдс. Джори. Там мы пришли к Джори. За Джори пришли, сейчас гулять пойдем. Да? Гулять пойдем? Мучок, мучок. У вас куня Все, я думаю, на этом влог закончим Завтра мы едем в Грецию Метеоры Ну и завтра уже увидимся Всем пока Поближе подъехали, они такие огромные Все, не терпится посмотреть Не терпится, не терпится